То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека, и этот человек Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская, и они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну, и наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безумно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир, и еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. О том, как смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер почерпнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность. Легарницы не должны пострадать от введенных западом агрессивных. Я хочу поблагодарить всех за поддержку, друзья, коллеги. Это было действительно очень сложное, сложные дни в моей жизни, потому что я провела буквально двое суток без сна. Больше 14 часов длится допрос. И мне не давали ни связаться с моими родными, ни близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи. И поэтому я находилась в достаточно сложном положении. Давайте все комментарии будут уже завтра, потому что мне сегодня надо просто отдохнуть. Спасибо.